Переходим к следующей презентации, включаем в трансляцию из Сеула доктор Кихо Пак «Прогрессирование глаукомы. Возможности диагностики в будущем и перспективные технологии». Пожалуйста, пожалуйста, доктор Пак, я вас слушаю. Большое спасибо, Наталья Ивановна. Мне очень приятно присоединиться к вам, к вашему мероприятию. И хотя это телемост, телекоммуникации, я хочу, тем не менее, рассказать вам о прогрессировании глаукомы. Перспективы и будущие опции. И будут некие накладки, повторения с Кристианом Леоном. И у нас могут быть и заключения похожие. Но я покажу вам несколько случаев моих пациентов с глаукомой и с прогрессированием глаукомы на самом деле. Как вы знаете, глаукома является основной причиной слепоты во всем мире, потери зрения. И все это связано с потерей ганглезных клеток и их аксонов. И у нас есть характерные потери полей зрения, и все это соответствует структурным повреждениям. Вот здесь график, который показывает вам. Это из публикации Меделроса. График. Вы видите на оси Y среднее отклонение, на X оси прогрессирование глаукомы. И здесь как раз в ранней фазе, на ранней стадии глаукомы, изменение полей зрения происходит очень медленно. И мы называем это эффектом потолка. И в отличие от этого, толщина СНВС на ранних стадиях глаукомы, вот здесь как раз скорость прогрессирования глаукомы в плане источения СНВС, очень быстрая. И на поздних стадиях глаукомы здесь скорость изменения СНВС будет очень медленной. Это мы называем эффектом пола. И вот этот эффект пола, он наблюдается на минус 27 дБ, например, на самом конечной стадии. Даже при поздних стадиях глаукомы оба поля толщина СНВС, изменение толщины СНВС, изменение полей зрения являются хорошими параметрами, инструментами для мониторинга прогрессирования глаукомы до наступления вот этого эффекта пола. Вот это случай клинической женщины, 49 лет, обычный осмотр был и случайное обнаружение кровоизлияния в диск, фотографии глазного дна 2009 год. Вы видите как раз ободок нейроретинальный и видите дефект уже в СНВС, слое нервных волокон сетчатки. Визуализуется, к счастью, мы обнаружили фотографии дна еще 2006 года. Все выглядит практически нормально. Нет никаких дефектов и нет кровоизлияния в области ДЗН на этой старой фотографии 2006 года. И мы стали наблюдать за этой женщиной или стали оценивать и делать фотографии постоянно. Фотографии глазного дна. Вы видите 6-й год, 9-й год и 12-й год. В 12-м году еще одно кровоизлияние было диагностировано. И рецидив в 16-м году. Вы снова видите геморрагии в области диска. И фотографии 19-го года. Вы видите, в 2009 году лишь кровоизлияние диагностировалось, но не было никакого дефекта СНВС в нижневисочном, нижневисочном области. А в 12-м году, ну, вы видите, некая область становится темнее и темнее, и ширина дефекта нарастает. То есть дефект прогрессирует. А что же мы имеем с полями зрения? Поля зрения, стандартные автоматизированные периметрии, САП. Вот в 12-м году поля зрения были нормальными, и они оставались нормальными до 16-го года. И изменения мы увидели только в 19-м году. Даже если поля зрения остаются нормальными у этой пациентки, мы все-таки отслеживаем, видим изменения на фотографиях толщины СНВС. А что нам ОКТ дает? Вы видите 8 ОКТ макулы в 12-м году. Вы видите изменения как раз в ГКС. Дефект уже выявлен в гонглиозных клетках сетчатки еще в 12-м году. И если сравнивать перепапиллярные слои нервных волокон сетчатки и ОКТ слоя гонглиозных клеток, то вы видите достаточно обширные дефекты, то есть дефекты, которые на ОКТ видны. И вы видите дальнейшее прогрессирование этих дефектов, прогрессирование до 19-го года. То есть эта область расширяется и нарастает. И продолжается как раз потеря слоя нервных волокон. И дефект этот вырастает или нарастает в размерах. И вы видите находки аналогичные тому, что предыдущий спикер говорил. До изменения в полях зрения мы видим структурные изменения в макуле и перепапиллярной сетчатке. На ОКТ это видно и на фотографиях глазного дна очень хорошо видно. Итак, обычно мы измеряем поля зрения. Обычно смотрим на диск зрительного нерв, а также перепапиллярный слой нервных волокон сетчатки. Но почему мы не изучаем макулярную область традиционно, где более 50% ганглиозных клеток сетчатки сконцентрировано? Итак, комплекс ГКС состоит из СНВС, слоя ганглиозных клеток сетчатки, и внутреннего плексифорного слоя ВПС. Вот это, по сути, три слоя. И вот здесь ОКТ этого района показано, или этой области показано на фотографии. Серийный ОКТ, слоя ганглиозных клеток и слоя внутреннего плексифорного слоя. Итак, ГКС плюс ВПС. ГКЛ состоит из тел клеток, а вот внутренний плексифорный слой – это дендрит этих клеток, в то время как СНВС состоит из аксонов ганглиозных клеток сетчатки. И вот на карте толщины ГКС СНВС при анализе ганглиозных клеток. На правом глазе вы видите, что все в норме, а толщина ГКС показывает асимметрию. Соответственно, желтый и красный – это самый толстый слой, а в голубом – истончение слоя показано. И мы видим уже дефект в ГКС и ВПС – внутренний плексифорный слой. То есть вы видите изменение цвета. Вы видите, желтый цвет уходит в голубой. То есть происходит источнение по сравнению с нормальной картой. Вот здесь любые отклонения показаны как раз в других цветах. И это означает статистически значимое изменение в этой области. Что касается полей зрения, мы полуполя тестируем у пациентов с глаукомой. Здесь сравнивают чувствительность верхней и нижней ретины как раз по горизонтальной оси или относительно горизонтальной оси. В данном случае вы видите асимметрию между верхними и нижними полями. И результаты выходят за пределы нормы. Аналогично мы можем измерять толщину ГКС и ВПС. И как раз относительно вот этого шва горизонтального мы можем сравнивать верхние и нижние поля. И мы используем программное обеспечение для того, чтобы в полуполях тестировать толщину ГКС и ВПС. Вы как раз видите разницу по этой горизонтальной линии в толщине слоя гонглиозных клеток. И вы видите, в данном тесте результаты выходят за пределы нормы. И вы видите примеры. Первый верхний ряд – это норма. Нормальная толщина ГКС. Вот здесь, в пределах нормы, тестирование полуполей. Второй ряд – при периметрической глаукомополеозрение остается нормальными. Но вы видите очень ранние изменения, раннее истощение в инфиротемпоральном СНВС. Хотя карты отклонений пока изменения не показывают. Но как раз тестирование полуполей показывает уже асимметрию в этих полях. То есть результаты выпадают за пределы нормы. И третий нижний ряд показывает вам ситуацию ранней периметрической глаукомы. Уже есть дефект в поле зрения и соответствующие изменения дефект в СНВС. И толщина ГКС в верхней части также показывает результаты, выходящие за пределы нормы. И вот здесь вы видите хороший результат, который дает тестирование полуполей. 0,96-0,967 мы получаем по площади кривой. Вот еще один клинический случай. Мужчина 59 лет. В 2003 году никакого глаукоматозного повреждения СНВС и ободка нейроретинального. Но когда мы стали за пациентов наблюдать, то мы увидели некие субклинические изменения, как раз геморрагию и изменение ободка, и кровотечение или кровоизлияние в области диска в 2006 году. Не было дефекта. И, простите, как раз дефект нарастает, дефект СНВС. И еще одно кровоизлияние, рецидивирующее кровоизлияние. Вы видите новый дефект СНВС, близкий к макуле. И старый дефект СНВС, который нарастает или расширяется. В 2015 году и в 2016, и вот в 2018 год, и самое последнее изображение или результат, вы видите между 2013 и 2012 годом четкие нарастающие изменения истончения СНВС. Начиная с 2012 года по 2019, изменения уже не столь четко видны. А в чем же причина? Что мешает? А вот у пациента прогрессирует катаракта, оказывается, в рамках этого периода. Итак, когда мы делаем фотографии у пациента с катарактой, то дефект СНВС не так-то легко и рассмотреть. Однако ОКТ может этот дефект констатировать. Вы видите, дефект СНВС нарастает. Если использовать ОКТ, то здесь проблем нет с обнаружением такого дефекта. Итак, лазерный свет, который используют в ОКТ, он проникает через помутневшую роговицу у пациентов с катарактой средней степени тяжести, в то время как обычный свет, к сожалению, не проникает, и качество фотографии будет не очень хорошим. В данном случае ОКТ у пациентов с катарактой является наилучшим инструментом для диагностики прогрессирования глаукомы у пациентов с катарактой. Если интегрировать перипопулярные изображения ОКТ и анализ гонглезных клеток сетчатки в макуоле, то мы можем получить больше информации, которая поможет увидеть прогрессирование глаукомы. Вы видите изменения в ГКС и внутреннем плексифорного слоя, которые случаются раньше, чем истончение СНВС. То есть вы видите четкие изменения толщины гонглезного комплекса, которые случились до истончения СНВС, слоя нервных волокон сетчатки. И вот изменения, а вот в другой случае, где раньше нашли истончение слоя нервных волокон сетчатки, нежели истончение гонглезных клеток, слоя гонглезных клеток. То есть от случая к случаю ситуации бывают разные. Поэтому, если вы будете оба изображения использовать, изображения ГКС и перепопулярные изображения, то вы получите больший объем информации, который позволит судить о прогрессировании глаукомы. Недавно исследователи из Австралии опубликовали очень интересные данные. При нормотензивной глаукомии изменения толщины ГКС и ВПС, внутреннего плексифорного слоя, наступали раньше, чем истончение СНВС. Это означает, что при нормотензивной глаукомии, НТГ, вы более ранние изменения увидите в комплексе ГКС, а не в СНВС, по сравнению с гипертензивной глаукомией. Это соответствует нашим результатам, результатам из Южной Кореи, где большинство пациентов с первичной открытой угольной глаукомой как раз нормотензивной. Если использовать широкопольную визуализацию, используя SWEP-ОКТ, то мы получим больше информации для выявления прогрессирования глаукомы. Справа вы видите четкий дефект СНВС при использовании широкопольной визуализации SWEP-ОКТ по сравнению с обычными изображениями или визуализацией. Спектральное ОКТ. Если вы будете только перепопулярное сканирование или макулярное сканирование проводить, то вы не увидите изменения толщины СНВС. На раннем этапе вот еще один случай. Вот здесь спектральное ОКТ используется в верхней части, а внизу как раз широкопольное сканирование и перестраиваемый источник, и вы видите дефект СНВС и ранние изменения на ГКС. То есть, если вы используете спектральное ОКТ, даже серийные снимки, то вы не увидите этих изменений, потому что они выпадают за пределы области ганглиозных клеток. В данном случае, вот широкое поле может выявить раньше прогрессирование глаукомы. А следующая часть – это диаграмма возможных отклонений. Это разработано Донным Худом из Колумбийского университета. Здесь используется ОКТ с перестраиваемым источником и широкоформатная визуализация, макулы и диска. И точки поля зрения накладываются на карту толщины СНВС и комплекса ГКС и внутреннего плексифорного слоя. Эта карта суперпиксельная. Например, структурные изменения вы видите и накладка карты ОКТ на карту полей зрения. Производится, и в темно-красном вы видите существенно статистически значимые изменения. В желтом цвете уже значимые изменения. И вот это очень хороший инструмент детектирования вероятности прогрессирования глаукомы. Мы анализируем этими методами при метрическом случае глаукомы. В данном случае выборка 40 пациентов была. Здесь выявлены дефекты. Выявлены на ОКТ широкопольные. И эти дефекты наложены на карты полей зрения. Вы видите, поля зрения остаются нормальными. Но у нас возникли некоторые точки подозреваемые. Здесь сниженная чувствительность была выявлена. И вот, оказывается, вот эти как раз точки совпадают с картами, диаграммами вероятностного прогрессирования глаукомы. Вот еще один пример. Суперотемпоральные и инферотемпоральные дефекты СНВС. И все эти дефекты накладываются, ОКТ-диаграммы накладываются на карты полей зрения. И хотя поля зрения нормальными, то, тем не менее, на вероятностных картах появились области подозрения или подозрительные области. И вот интересные находки через несколько лет как раз мы увидели. Потому что поля зрения изменились как раз в тех областях, где были показаны изменения на вероятностных диаграммах. Итак, структурные изменения на вероятностных диаграммах, полученных с помощью СВЭП ОКТ, могут выявлять и прогнозировать измерения зрительного поля при периметрической глаукоме у пациентов. И я сейчас хочу поговорить немного о будущем. Это широкопольная мегагерцная визуализация, ОКТ-визуализация у пациентов с диабетической ретинопотери. 60 градусов область сканирования. То есть вы можете охватить очень широкие области. В будущем мегагерцная ОКТ-визуализация будет использоваться у пациентов с глаукомой. Три года назад мы впервые ввели эту концепцию. Концепцию изучения индекса кривизны решетчатой пластины. Мы, собственно, калькулировали разницу между глубиной решетчатой пластины и передней точкой прикрепления решетчатой пластины. То есть мы оценивали искривление вот этой пластинки, искривление решетчатой пластины кзади. А чем больше индекс, тем больше смещена и скривлена задняя порция вот этой решетчатой пластины, как показано на этом изображении. И, соответственно, мы совместили индекс с отклонением прогрессирования, вероятностным прогрессированием, измеряем в децибелах. И вот в красном показано как раз ускоренное прогрессирование. Вот пример с решетчатой пластиной, где индекс искривления выше, индекс кривизны больше. Это загиб пластинки или сгиб решетчатой пластины сзади. И это как раз, чем больше индекс, тем больше вероятность прогрессирования глоукомы в будущем, как показано на примере этих полей зрения. И вот передняя часть, в ситуации, когда этот индекс менее выражен, то прогрессирование будет, скорость прогрессирования будет меньше. Поэтому, чем больше индекс кривизны решетчатой пластины, тем больше вероятность прогрессирования глоукомы. А вот наша технологическая эволюция. Первое – телефон, который еще в позапрошлом веке был создан. И вот первый телефон сотовый, который появился у нас в конце прошлого века. Теперь мы вообще носим как часы этот сотовый телефон. Вы видите, что прогресс в технологии невероятно быстрый. То же самое и в области глоукомы происходит. Все за пределами воображаемого вообще. И сейчас мы ввели алгоритм глубокого изучения. Вот, например, этинопатия диабетическая изучается с помощью этого глубокого изучения. И мы используем фотографии сетчатки или фотографии глазного дна. И изучаем с помощью технологии глубокого изучения. Как раз глубокое изучение как раз может сказать вам, сколько факторов сердечно-сосудистого резкого этого пациента. Аналогично, если мы будем накладывать фотографии дна и ОКТ, использовать искусственный интеллект для глубокого изучения, то вот использование искусственного интеллекта позволит улучшить диагностику глоукомы очень эффективно. Улучшить диагностику. Вот интересный пример. Вы видите 2D-изображение, двухмерное изображение диска или головки зрительного нерва. И если использовать технологию глубокого изучения, то мы можем увеличить степень разрешения. Далее, глубокое изучение позволяет двухмерное изображение сконвертировать в трехмерное. Вот это опубликовано недавно в журнале «Овтальмология». Таким образом, вы уже имеете трехмерное изображение диска ДЗН, как раз используя технологию глубокого изучения. Из двух в трехмерное. То есть технологии, собственно, просто невероятные в последнее время. И это наше ближайшее будущее в диагностике глоукомы, выявлении и в диагностике прогрессирования. Недавняя публикация доктора Медереса показывает, что же нам поможет сделать вот эта технология. Это как раз квантификация повреждений при глоукоме. Вот эта карта температурная, вот здесь красное пятно на карте, как раз показывает область повреждения при глоукоме. И степень или как бы количественная оценка повреждений. Вот в данном случае пациенту 61 год. Именно прогнозируемая толщина 57 была микромекром. И вот здесь спрогнозированная толщина 60 до 57 микрон, да? Она была очень четкой. Там, видите, близко к единице точно спрогнозируем. Они, вот, препятствия на пути к визуализации. Визуализация гонглезных клеток ин виво, прижизненная визуализация, нам очень бы помогла. Но у нас есть два препятствия для этого. Первая проблема в разрешении. Высокая степень разрешения этому мешает оптические аберрации. Вы вот видите здесь оптические аберрации как раз помешают нам получить хорошее разрешение в этом исследовании. А вторая причина или препятствия. Гонглезные клетки имеют низкую отражательную способность, потому что они прозрачные. Как преодолеть вот эти два препятствия, две помехи? Для того, чтобы преодолеть аберрации оптические, используются технологии адаптивной оптики. То есть сенсор волнового фронта, искаженный волновой фронт, можно скорректировать адаптивной оптикой, зеркалом адаптивной. Таким образом, мы скорректировали волновой фронт, и этот скорректированный волновой фронт мы можем детектировать, используя систему. После коррекции оптических аберраций системой адаптивной оптики вы можете увидеть уже четкое изображение, например, галактик. Вот ОКТ с адаптивной оптикой у человека. Это сделано командой Дэвиса. Используя ОКТ с адаптивной оптикой, вы можете получить четкое изображение области диска. Как показано на этом слайде, вы видите четкое изображение области СОЭС. Это наше будущее, в общем-то. Мы можем увидеть индивидуальные нейроны в ГКС на живом глазе. То есть мы можем использовать офтальмоскопию лазерную с адаптивной оптикой. Использование ОКТ с адаптивной оптикой позволяет визуализировать и квантифицировать нейроны живые в живой человеческой ретине на живом глазу в естественных условиях. Но ограничений, вот в чем. Область сканирования очень мала. И время получения изображений тоже очень короткое. И поэтому клинически пока что еще этот метод не применим. Но я полагаю, что в ближайшем будущем мы сможем использовать и эту технологию ОКТ с адаптивной оптикой. Итак, выявление прогрессирования в будущем основано на интеграции технологий, на использовании широкоформатной визуализации, искусственного интеллекта. И в конечном итоге визуализация ганглиозных клеток сетчатки прижизненная, просто на глазе человека живого, сидящего перед вами. Включил момент. Вариант глаукомии, повреждения макулярного слоя ганглиозных клеток и внутреннего флексионного флоя выявляется до соответствующего повреждения СНВС. Особенно при норматезийной глаукоме. Широкоформатная визуализация позволяет выявлять структурные повреждения, которые могут быть незаметны при традиционном анализе СНВС и макулярного ГКС плексионного слоя. Структурные изменения на вероятностных диаграммах ОКТ, перестраиваемых источником, могут выявлять и прогнозировать изменения полей зрения в глазах с препериметрической глаукомой. При паук с более сильным изгибом решетчатой пластины, задним изгибом, может наблюдаться более быстрое прогрессирование заболевания, то есть изменение полей зрения. Выявление прогрессивной глаукомы в будущем может включать интегрированные технологии, широкоформатную визуализацию, искусственный интеллект и визуализацию инвива ганглиозных клеток сетчатки. Я хочу поблагодарить свою команду, всех, кто с нами сотрудничает. Я хочу всех вас пригласить в 2020 году на конгресс в Азии, Азиатский и Тихоагианский регион, и все это будет происходить в Куала-Лумпуре в августе. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо, дорогой Кихо, великолепная презентация. Мы все поражены таким высоким уровнем диагностики, который осуществляется в вашей клинике. Коллеги, я хочу еще раз подчеркнуть, что в Южной Корее в основном пациенты с нормотензивной глаукомой. То есть сразу исчезает этот вот надежный, как нам кажется, принцип тонометрии в помощи диагностики. А что остается? Периметрия. Но ведь мы говорим о препериметрической стадии. И вот тогда вы видите, какие высокие технологии используются. Меня лично очень поразил вот этот архив данных. Вы мониторируете больных на протяжении 10-летнего срока, и у вас есть и фундус, и уже появляется когерентная томография. И вы можете таким образом уловить самые ранние изменения, которые происходят в нервной ткани. Это очень впечатляет. Спасибо большое за вашу презентацию. Я поняла, что при нормотензивной глаукоме все внимание должно быть сосредоточено все-таки на макулу. Именно там мы ждем самые ранние изменения.